Чё? Это и шутка какая-то? В гурме, в гурме. Они подошли. Всем добрый день, с вами Айден. Сразу прошу прощения за то, что не студийные условия у нас сегодня соблюдены, но я думаю вам всё равно, потому что сегодня я буду делать то, что не делал ещё ни один блогер. Мы на поле в Макдональдсе. Для разминочки начнём с простенького. Вот у меня есть, захотелось мне что-то в такую погоду мороженого поесть в Макфлуре. И я срываю оттуда сразу же стикер. Получаю я не машину, к сожалению, а обычную порцию картофеля фри стандартной. Это мгновенный выигрыш, но знаете, тоже приятно. Кому нужен купон, впрочем, ты можете забрать его себе, ну или я просто поем картошки. Ну давайте хотя бы с этими бургерами разберёмся. Площадь Маяковского. Хрень, даже собирать это не буду. И опять одна порция стандартной картошки фри. Окей, у нас с вами остался последний гурме. Надеюсь, что там что-то будет. Чё? Чё? Вы просто посмотрите, это реально квартира. Вот, я не вру, это Пик, однокомнатная квартира в Москве. Это и шутка какая-то? У меня трясётся всё. Я прямо сейчас звоню в Макдональдс и узнаю, что происходит. Алло, здравствуйте, это Макдональдс. Смотрите, в общем-то, мне выпала вот от группы компании Пик однокомнатная квартира в Москве. Да-да-да, да-да, и в гурме, в гурме. И смотрите, СМ-5-8. Я реально выиграл квартиру, женщина? Вы меня зарегистрируете? Денис, Денис Миленков, Айден. Офигеть, женщина, спасибо. А как мне тогда получить-то квартиру? Я сейчас в Москве как раз, да. СМС-кой? А, ключи у консервы. Спасибо. Можно уже заселяться? Всё, я еду. До свидания, спасибо. Блин, ребят, вы не поверите, как резко меняются просто события. У меня будет... У меня есть квартира в Москве с этого момента, потому что мне выпал стикер «Вот, Монополия, вот, у нас группа компании Пик». И теперь я сейчас еду, мне вот его уже прислали СМС-кой адрес. Сказала, что всё, заселяйтесь без проблем. Квартира ваша, ключи у консьержа возьмите там на первом этаже. Так, ну что, ребят, я сам в шоке до сих пор. Консьерж выдал мне вот ключи, то есть я получил. И сейчас посмотрим, что там нам подарил Макдональдс. Это очень интересно. Они подошли. Ребят, они подошли. Всё. Дверь открывается. Друзья, Коин Кипер – это моя любимая и уже незаменимая программа для ведения собственных финансов. Сюда я заношу все свои источники дохода и расхода. И когда я трачу, например, с карты Сбербанка на такси, я заношу это просто в категорию, которую сам создаю. Благодаря этому каждый месяц я могу увидеть, сколько денег и самое главное, на что я потратил, для того, чтобы в следующем сэкономить на чём-то. Также есть возможность ввести общий семейный бюджет, просматривать свои долги, кредиты, смотреть, сколько у вас отложенных денег на что-то. Всё это реально много денег экономит, и вы видите, на что уходят ваши драгоценные шекели. А в премиум-версии этого приложения вам доступны абсолютно все самые полезные функции. И я представляю вам уникальную скидку только по моей ссылке в описании. Так что переходи прямо сейчас, приобретай полную версию и наслаждайся с введением своего собственного бюджета. Я рекомендую, потому что сам этим регулярно пользуюсь. CoinKeeper. Ссылка в описании. Прошло несколько дней, когда мы обустроились уже в этой квартире, которую непосредственно выиграли у Макдональдса. Вот смотрите, здесь покажу небольшую экскурсию как раз-таки того, что мы получаем за выигранный стикер в бургере Гульма. Во-первых, мы сделали уже небольшое новогоднее украшение. Вот такой веночек. Мы его немножко реконструировали и приклеили сюда. Вот здесь типа ниши для всего этого. Что самое приятное здесь в комплекте с этой квартирой в Москве. Идет еще и турник. Соответственно, я теперь каждое утро могу экономить на спортзале, подтягиваясь, ну там, энное количество раз. Собственно, я могу бесконечно подтягиваться, потому что силы во мне просто хоть отбавляй. Так, это... Табуреточка. Ой, студия гримерный, можно так сказать. Приятный такой стол, что в принципе мне нравится. Также прикольное решение здесь было. Это вот такие вот раздвигающиеся штучки. То есть машинка стирает в данный момент. Хопа, машинки мы не видим, только слышим. Грязное белье, можно туда рыться в нем. Там тоже всякие штуки для уборки непосредственно. И вот сейчас смотрите, что прикольно, это вот такой свет. И лампочки кругленькие, как в гримерках. Не могу отпыхаться после спортивных упражнений. Вот эта непонятная конструкция до сих пор. Гладильная доска. Утюга нет. Кухня, где можно есть. Сейчас, хопа, видите, по одному щелчку зажигается свет. Хотите, подписчики, яблочки? Вот, хрумкайте, только помойте, они не мытые. Давайте, ну не знаю, чтобы показать по кухне. Здесь, собственно, раковина. Здесь чистая питьевая вода, можно ее пить. Фильтруется тремя фильтрами. Аквафор. Ладно, вам на это плевать. Индукционная плита электрическая. Она горячая, если включить эту кнопку. Я просто не знаю, ребят, что вам еще рассказать про эту квартиру. Вот духовка, да. Здесь мы уже курицу запихали. Запекали. Золотая семечка, масло подсолнечное, дорогие друзья. Рекомендую. Ссылка будет в описании. Я раньше не понимал, когда жил в Нижнем Новгороде, куда мне девать вот эти вот дебильные чашки. Они у меня все лежали в одном большом пакете со всяких фестивалей, когда их кто-то бесплатно дает. И теперь, когда я понял, что здесь посуды нет при заселении, вот пришлось быстро перетащить из Нижнего. Вот это мне кто-то из подписчиков дарил, я помню, присылал. Я еще думаю, ну да, ставлю просто так. А сейчас-то я пью из этого чая. Вот эта полочка вторая. Мы ее будем называть, типа, полочка, если все. Отрубили все карточки, денег нет. Эта полочка спасительная. Пока здесь не так много спасительных веществ. Но есть здесь пюро картофельное, здесь есть тушеная говядина, две банки. Цветы удивительного аромата искусственные. Чай. Любите пить чай? Напишите в комментариях. Здесь у нас чайный мир. Были в Лондоне и купили там вот чай. Понюхать, ребят, просто он удивительный. Apple Pie с яблочем, с карамелью. Здесь, когда открываешь этот ящик, просто прям такой карамельно-яблочный запах. Очень приятный и очень вкусный. Но, в принципе, это вот вся кухня, да. То есть здесь тоже из нижнего я перевез какие-то чашечки, стаканчики. Здесь крустальные бокалы. Микроволновку пришлось купить, потому что у нее в микроволновке. Она, в принципе, классно бы вписалась именно вот в эту локацию. Единственное, что здесь как бы сзади нет никаких подходов, чтобы спрятать эти провода. Поэтому сейчас временная конструкция всего этого. То есть вот так это все работает. Здесь провод, который к удлинителю подключен. Ну, некрасиво, согласен, но что-то мы придумаем обязательно в следующий раз. Есть балкон, но я думаю, туда даже заходить не стоит. Как бы балкон и балкон. Там всякий еще оставшийся мусор от ремонта, видимо, здесь мы делали кухню. Все, понимаете? Что у нас в холодильнике? Айден у нас питается льдом, пельмени, сало, чтобы, как говорится, и летние овощи. Эта вся морозилка не густо, согласен. Такое наполнение холодильника считается достаточно даже таким плотным. Здесь есть яйца, мед, горошек, вот такое молоко. Сейчас чай только с молоком пью, потому что после Лондона приехали, там все пьют чай с молоком. Соусы, соки, я не знаю, яблоки вот тоже купили. Где Вероника будет шарлотку делать. Макдональдс оставшийся? Мы выиграли однокомнатную квартиру, сами понимаете. К сожалению, двухкомнатную нужно собрать три улицы, и там будет розыгрыш. Однокомнатная квартира, их всего пять. Они разыгрывают здесь моментально. Пойдемте. Опа, а вы уже здесь. Заходим. Вот, кстати, я на память оставил то, благодаря чему мы с вами здесь. Это вот тот самый монополитный стикер. Укулеле, да, это мой подарок от замечательного человека Березинника, назовем его никнейм. Так, это один из моих топовых донатеров. Давно еще, когда была эпоха стримов, может быть, кто-то помнит. Так, ну вот я вам покажу только свои полочки, которые здесь официально выделены мной. Но, наверное, тут все осталось от открытия боксов. Вот все подарки, которые мне приходили. Календарь 2018 года. То, что там в Лондоне что-то кому-то купил. Ну, здесь, честно говоря, да, просто набалено. Но в основном здесь вообще для техники. Как бы отдел. И отдел для техники, и для реквизита для видео. Опа. Здесь у меня находится тоже реквизит. Там кое-что интересное находится. Я еще завтра буду, скорее всего, записывать. Здесь тоже техника, зум, жесткие диски, всякие провода. Ну и в последнем здесь то, что вообще никому никогда не пригождается. Я не знаю, для чего здесь была создана вот эта деревянная штука. Ну, в принципе, она более-менее смотрится. Кровать достаточно большая. Это все комфортно. Она, конечно, низковата казалась сначала. Но, в принципе, как бы я никаких проблем не испытываю. Спя низко. Эта зона у нас, этот угол официально отведен под портативную студию. Фон, с одной стороны, он черный. С другой стороны, белый. Вы можете замечать, что были ролики, в которых я на фоне черным. Потому что черный, в принципе, смотрится в отличие от белого нормально. И тени, которые падают, не видно. Потому что, видите, какой жесткий источник света. Потерялся сам софтбокс рассеивающий. Это все очень жестко, приходится отражать. Да, и это моя гитара. Я хочу купить, как только, так сразу, стойку, чтобы она стояла и не падала. То есть... Как я сплю? Примерно 6 часов вам придется это смотреть. Собственно, я ложусь сюда. Это моя страна официально. Моя табуретка, потому что отжали меня на такую вот замечательную тумбочку. У меня есть своя табуретка. На ней у меня находится колонка с Галамарта. Кстати, к сожалению, она не работает, по-моему, эта колонка. Но я ее поменяю в Галамарте на новую, на нормальную. И маленький будильничек из выпуска от Сфикс Прайса. И с этой стороны, и с той, соответственно, есть аж по две розетки. Ну, переходим к рабочим местам. Смотрите, мы, когда жили до этого за городом, покупали в Икее вот этот белый стол. Мы жили в комнатке поменьше, и, соответственно, мы вот этот стол делили на двоих. И вы сами понимаете, что вся вот эта вот аппаратура, находящаяся на моем столе, она ту самую Веронику дико раздражала. И, соответственно, нам пришлось, вернее, я рад, что наконец-то я смог съехать на свое отдельное рабочее место, не мешая ей, и она спокойно работает на своем рабочем месте. И тут вот максимально вот этот вот комфорт чувствуется, и это реально классно. Ну, по моему рабочему месту что могу сказать? У меня Mac, который подключен к монитору, но, честно говоря, это чисто очень временное решение. Что-то вообще охладел к Mac OS. Меня прям жду не дождусь, когда я смогу на винду перейти. В плане монтажа и всего остального как-то, вы знаете, да, прикольно, с одной стороны, но когда понимаешь все вот эти минусы Mac OS, как-то хочется обратно вернуться, ну и плюс я хочу как-то в какие-то игры играть. Поэтому я с HyperPC сейчас веду переговоры, по крайней мере, в одностороннем порядке, они мне не отвечают, но пытаюсь, чтобы они мне прислали компьютер, а я записал обзор на него. Точно так же есть еще компания, не помню ее название, они мне обещали прислать кресло вот этого, знаете, как у всех блогеров, у геймеров. Все наобещали, должны были до декабря прислать, но... Вот, ну и, собственно, последняя локация, которая здесь есть, это вот такой шкафчик для того, чтобы сюда все награды выставлять. Но так как этих наград пока что нет особо, кнопку свою поставил с YouTube, вот такой YouTube-овский кейс. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, что находится внутри этого кейса. Это подарок от YouTube, который они мне дарили еще в прошлом году, на Новый год присылали. Тот, кто угадает, получит 500 рублей. В следующем ролике я скажу ответ того, что находится внутри этого кейса. Вы Лондоне были, я думаю, что я забыл купить? Я же хотел купить великобрит... флаг Англии. Камера вот такая вот, моментальной печати. Ну, в общем-то, пока это все, что есть. Возможно, какая-то красивая техника, редкая, там, какие-то награды будут попадать сюда. В общем, вот такое теперь у нас логово, благодаря Монополии, благодаря Макдональдс. Надеюсь, что вы все, досмотрев видео до конца, поняли, что, конечно, это все рофл, и, как бы, я просто сделал рум-тур такой, завалированный в Монополию. Ну, я думаю, что все поняли. Только не палите меня, пожалуйста, в комментариях. Не пишите, что, типа, о, это кликбейт, давайте сделаем, ну, типа, такую игру прикольную, что, типа, о, реально, квартира, первый не кликбейт. Все, все комментарии буду лайкать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Скоро много новых интересных роликов. Я вас всех очень люблю, ценю, уважаю каждое ваше активное действие на канале, и я каким-то образом буду поощрять. С вами был Игорь Негода, пока. А, посмотрите еще, сейчас я выключу свет, посмотрите, как это работает. Я, вот, видите, подсветочка небольшая есть рабочего стола. Ужасные люди.